Подруги, привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами очень пикантное, интересное видео на тему отношений, секаса с мужем и прочих перчинок, которые связаны вот именно как раз-таки с мужчиной и женщиной. Я в Инстаграме объявила для вас возможность задать мне подобные интимные вопросы, и как-то я, знаете, прям, ну не знаю, в своем каком-то пузыре материнства, вот этого декрета, вот всего вот этого вот нашего подгузники, неподгузники, пи-пи-кака и все остальное, я как-то решила и подумала, что ну сейчас будут такие стандартные вопросы, ну типа из серии, ну там, я не знаю, самые-самые такие, может быть, пикантные, когда вернулась после родов либидо, или там, как сохранить романтику в отношениях после рождения малыша, или как меняются эти отношения. А нет, я открываю, значит, свой Инстаграм, читаю все ваши вопросы и понимаю, что у меня, оказывается, извините, роковушки все собрались, какие-то огненные бабы, которых интересуют вот просто истории секс-шопов, всякого жесткача в отношениях, каких-то интимных подробностей, которые вот прямо такие жесткие, знаете? И я так смотрю и думаю, ого, так, значит, выпуск будет интересный. Позвонила мужу, значит, пошла к маме, говорю, так, значит, дорогие мои, в субботу выпуск вы не смотрите, потому что там бабы задают адские вопросы, и, следовательно, ну как бы все знакомые, все мои вот мать, уйди с экрана и не смотри, муж тоже тебе не рекомендуется. А ты, ада комментаторша, оставайся, тебе явно будет интересно. Ну и вы, мои дорогие подруги, удивили меня, конечно, своими острыми и горячими вопросами после ответов на эти вопросы. Ну, знаете ли, попробуйте меня только упрекать. Там гречку не так разварила, памперс не так одела, и там ребенка к горшку поздно приучаешь. Вы у меня знаете ли, те еще матушки из Института благородных девиц по вашим вопросам, я понимаю, что там прям, эх, огнище. Ну да ладно, давайте огнище. Буду отвечать на ваши вопросы. Значит, у нас история такая, я обещала вам, что я выберу 10 самых интересных. Ну, как обычно, 10 выбрать я не смогла, выбрала чуть-чуть побольше. Ну, будем смотреть, как ролик будет идти по времени, и буду отвечать на те вопросы, на которые я не успею ответить здесь, на те буду отвечать в понедельник уже в Инстаграм. Поэтому, кто не подписан также в Инстаграм, подписывайтесь и, собственно, следите за еще дополнительной порцией самых интересных вопросов. Ну, а тут, как бы, сразу, сходу вопрос. Был ли секс по Скайпу или что-то типа того? Как вообще с этим на расстоянии? Ну, как вам ответить, был ли секс по Скайпу? А по Скайпу нет. Есть другие приложения, которые в этом помогают. И в целом, ну, как бы, есть, так сказать, ну, разная. В общем, разный подход. Есть и визуальный, и аудио. Ну, короче, сами понимаете, мужа я не вижу уже сколько, два месяца? Короче, есть. Вы бы смогли изменить мужу? Слушайте, ну, опять же, такой вопрос, смогла бы, не смогла. Я, на самом деле, к своим 37 годам пришла к тому, что я уже не зарекаюсь, не бью себя в грудь и не ору, что никогда в жизни любовь до гроба, и я бы, абы, кабы, не смогла. Тут история вообще в другом. История в том, что мы взрослые люди, и мы принимаем решение жить с тем или с иным мужчиной. И в целом, если что-то в отношениях не устраивает и возникает желание изменить мужу и быть с другим мужчиной, ну, тогда, как бы, заранее нужно поговорить с мужем, обсудить этот момент, понять, в чем причина этого момента, потому что причины могут быть разные. Во-первых, причины могут быть в том, что ты недовольна своими отношениями в целом, и из-за этого заглядываешься на других мужчин. Другой момент может быть, что отношения исчерпали себя, и ты уже понимаешь, что ты своего мужа не любишь. Он, ну, не знаю, любит, там не любит, это уже другой вопрос. И из-за этого ты, как бы, уже понимаешь, что, ну, все, история, как бы, закончилась, и поэтому, наверное, нужно, как бы, ну, идти дальше. И, следовательно, здесь тоже выход, ну, как бы, ровно такой же, как и в первом варианте. Ты просто обсуждаешь это со своим мужем, честно с ним садишься, разговариваешь и, как бы, ему об этом говоришь. Кто за мной давно следит, вы знаете, что я замужем второй раз, и, конечно же, это не первое мое серьезное отношение. И если говорить про именно замужество и измену мужу, я таким образом и закончила первый свой брак, когда я поняла, что я человека больше не люблю, что меня интересует другой мужчина, и я так ему и сказала, что я тебя больше не люблю, я быть с тобой не хочу, и я хочу развод. Естественно, с другим мужчиной у меня ничего не было, и, в принципе, и до развода, и после развода, то есть это вообще не связанная история, это просто было, ну, как сказать, такой красный флажок, что мне понравился другой мужчина, но там никакого ни интима, ни отношения, вообще ничего не было. Но суть в том, что я поняла, что я разлюбила первого мужа, и до свидания. В общем, мы это все обсудили, приняли некоторые шаги для того, чтобы понять, можно ли все это восстановить, поняли, что нет, и расстались. Поэтому, в целом, если отвечать вот напрямую на вопрос, могла бы ли я изменить мужу физически, там, теоретически как-то, да, могла бы, то есть я, ну, как бы, ну, как сказать, это вопрос моего выбора. Изменять или не изменять? Мочь? Могу. Изменяю? Нет, не изменяю, потому что выбираю этого не делать. Смогла бы встречаться с женатым? Здесь то же самое. Смогла бы, но никогда не встречалась, и приняла в своей жизни решение этого не делать, потому что это просто не моя история. Во сколько лет появился первый молодой человек? Если речь идет о сексе, то в 19. Я вот прям долго держалась. Как относитесь к открытому браку? Верите ли в любовь до гроба? Для себя открытый брак, наверное, все-таки я не рассматриваю в принципе, по крайней мере, на данном этапе в своей жизни, и ранее никогда не рассматривала открытый брак. Просто потому что, ну, как бы, как сказать, мне кажется, рано или поздно это все приведет к таким плачевным каким-то последствиям, и все равно вы разойдетесь, потому что, ну, невозможно вот это вот все, ну, как-то вот делить. Ведь это же столько проблем и столько вот как-то вот... Короче, это же нужно там разбираться, когда, кто, что, зачем, и столько энергии тратить. У меня как бы помыться-то энергии нет, а тут еще и как бы тут вот на одного, на второго, третьего, ну, куда там. Пока не рассматриваю. Что касается других людей, абсолютно спокойно. Ну, то есть у меня есть в кругу моих очень-очень-очень близких людей, друзья, которые, ну, как бы для себя партнерство, там, брак, отношения и в целом рассматривают как только вот такие вот достаточно открытые. И когда есть свое пространство, там, женщины или мужчины живут отдельно, они могут быть там в одном, может быть, там, ну, имеется в виду в одном пространстве помещений, но тогда вот это жилое пространство должно быть разграничено, то есть абсолютно должно быть вот четкое понимание должно быть, куда мы заходим, куда мы не заходим. То есть, грубо говоря, живем вместе, но отдельно. И то же самое по отношению, там, секса с другими партнерами. В целом, ну, как бы друг другу мы не принадлежим, мы не вещи, мы свободные люди, мы обо всем договариваемся на берегу, есть конкретные правила и все вперед. Ну, как бы, и вот так и живем. И в целом, все, что работает для человека, да, пожалуйста, я, ну, как бы не осуждаю. Ну, то есть, раньше я очень категорично смотрела, нет и все, и это прям для меня трэш был. Сейчас я понимаю, ну, а какое мое дело, сколько там у кого партнеров и как они организуют свои отношения, и насколько они там счастливы, несчастливы. Это только их забота, и если человек счастлив, если для него это работает, если никого это не травмирует, и никому это не мешает, да, господи, делать, чего хотите. Что касается меня лично, пока, нет, я открытый брак не рассматриваю. Если говорить там, например, с годами, там, 30 лет вместе и секс отдельно от вот партнерства с твоим родным человеком, я не знаю. Мы с мужем это не обсуждали, я на эту тему не думаю, но я чувствую, что я вот как-то более спокойно к этому отношусь. И как-то в целом, ну, я не знаю, если придет момент вот такого разговора, ну, будем обсуждать, фиг его знает, когда мне будет 60. Может, у меня крыша отъедет, и мне надо будет прям сильно, и мужикам его тоже, ну, я же не знаю. А пока, пока нет. Просили ли мужа после грудного вскармливания делать вам идеальную грудь? Там еще были вопросы липосакцию и прочее. Конечно, я уже понимаю, что после того, как я рожу второго, откормлю второго, я обязательно прибегну к пластическим операциям, я сделаю себе грудь. Если нужно будет что-то там где-то подсосать, отсосать, подтянуть, это я все сделаю. И обязательно хочу делать это у моего мужа. Обычно хирурги своих не оперируют, но у моего мужа действительно золотые руки, и у него отменный вкус, что касается тела женщины. И я понимаю, что, ну, на мой взгляд и на мой вкус красивее его мне не сделают. Ну, или, точнее сказать, конечно, есть хорошие хирурги, которые сделают, но зачем мне далеко ходить? Я хочу, чтобы мой муж делал, поэтому, ну, да, пойду. Сколько было серьезных отношений? Сейчас скажу. Раз, раз, два, три. Раз, два, три. Три или четыре? Почему-то хочется сказать, что четыре, но в целом такие вот прям, которые сейчас, вот, я бы уже спустя время анализирую, могу сказать, что прям серьезные. Наверное, три. Четвертое отношение, ну, такие, на грани. Есть ли у вас секс во время беременности? Есть. Ощущается ли лучшее отношение мужа по отношению к тебе после разлуки, комплименты и прочее? Ощущается, конечно, потому что мы, кстати, с ним по этому поводу ржали. Был случай. Мы как-то утром, значит, я встала, пошла на кухню, Рэм там что-то копошится уже. И, значит, Рэм, 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 не трогай, не трогай камеру, не трогай камеру, говорят. Значит, я на кухне что-то копошусь, там делаю завтрак, Рэм там что-то носится, и муж просыпается, то есть выходной день был, позже нас, и, значит, заходит на кухню. Идет к сыну, и с ним там типа, ой, сыночка моя, мальчика моя, маленькая, сюсю-мусю. Они там обнимаются, что-то целуются, что-то там лапзаются, значит, все у них там классно. Как-то они там поразвлекались, поигрались, и Рэм куда-то убежал, ну, в свою комнату там за игрушкой или за чем. И Арт просто встает и выходит из кухни. Я так стою, на него смотрю, я говорю, доброе утро, с вами мебель разговаривает. Он такой, ой, ё, такой, Зак, привет, прости, пожалуйста. Такой обнимает меня, я говорю, ну, вообще нормально? Ну, то есть я вот прям вот что, я тут в шкаф стою или что я? Он говорит, ну, ты же понимаешь, я вот такой вот сякой вот. Я говорю, а в смысле такой вот сякой? Вот, вот, к сыну ты подошел, ты ему облапзал, поздоровался с ним, там, пообнимался. И в целом, ну, как бы все у вас там хорошо, а я что? Он говорит, да я же вот такой вот мужик, черт твой, у меня сердце, и я вот такой вот, у меня любви вот там вот столько. Вот не было ребенка, вот я все на тебя выливал. Теперь ребенок, ну, как бы, сори, ну, как бы вот там вот чуть-чуть на дне, что-то там на донышке у меня там плескается, и все. Все остальное уже, как бы, я вот черт твой кирпич. Я говорю, ну, супер. Я говорю, а что будет, когда второй родится? Я говорю, ты самоздороваться вообще, перестанешь? Ну, и мы очень часто ржем на эту тему, что когда мы живем с ним вместе, я вот прям выполняю роль мебели. А когда у нас вот разлука, мы уезжаем с ребенком там в Ригу на какое-то время, потом мы воссоединяемся, ну, тогда снова вот этот ручеек любви, он как бы краник открывается, и поток, в общем, в мою сторону направляется. Ну, или, по крайней мере, когда этот ручеек там льется в сторону ребенка, брызги как бы попадают и на меня. И поэтому больше тисканья и больше вот этих всех мне тоже достается. Хотя, на самом деле, если вот прямо совсем уж серьезно, то сильно отношения не меняются. Ну, как-то мы становимся, конечно, более ласковыми друг с другом, скучаем и все такое. И в целом, ну, мы в целом очень нежные друг с другом. Мы там по имени друг друга не называем, и каждый раз, когда Рэм, Рэм, Рэми, каждый раз, когда я называю его по имени, его шкоробит, он говорит, как ты меня назвала? Ну, то есть, его реально трясет, когда я называю его Арсен. У нас это как-то не принято, у нас вот прямо ласкательные постоянно, и как-то мы... Ну, в общем, несмотря на то, что он черствый кирпич, в общем, все у нас с этим в порядке. Так, скажите, как вы справляетесь с ревностью? У меня фитнес-тренер, а я просто с ума схожу. Слушайте, ну, у вас фитнес-тренер, вы с ума сходите, а у меня мужик пластический хирург. И он не то чтобы там тренирует баб, он как бы их еще и голых каждый день видит, трогает, и что-то с ним там делает. Поэтому, знаете, ну, как бы не у того человека вы спросили. Но в целом я для себя поняла, что лучше об этом не думать. И я в целом вообще не думаю о том, что мой муж делает на работе, что он там видит голых женщин, что он там трогает, ну, ответственные места и в целом, ну, обнаженные тела. Я об этом вообще не задумываюсь, не думаю. У меня в башке этого нету. И даже когда он показывает там результаты своей работы, я на это смотрю сугубо, как вот прям вот результат его работы действительно красивый, красивое тело. И, ну, довольных пациентов, которые вот прям, ну, я понимаю, насколько эта баба счастлива. Ну, то есть, что у нее вот такая вот грудь, она реально красивая. А то, что мой муж может там ее видеть, вот эту реально красивую грудь или тело, ну, там, попу уже такую поджарую, там, кубики и все остальное. Ну, я об этом не думаю, потому что я видела, насколько это, ну, как бы, как сказать, физически непривлекательно вот процесс операции, как это происходит, да, и насколько это труд, 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 огромные работы, стресс. И для хирургов это вот прям для них, это вот напряг адский многочасовой, то я понимаю, что, ну, там секса-то в целом и нет. Вот, и, ну, ну, короче. Поэтому я вот это все не воспринимаю. Чтобы мне было бы не очень приятно, и вначале, по поводу чего я переживала, это чтобы он подруг моих не оперировал. Сейчас уже вот почти сколько, 7 лет мы вместе. Ну, как бы, да, оперирую ты моих подруг. Ладно. Чего мы там не видели, сиськи-письки. Ну, как бы. Дело еще в том, что если он решит, как бы, опять же, то же самое, как и я. Если он решит с другой женщиной, там, переспать, или ему понравится другая женщина, он захочет ее, я его знаю. Он, как бы, как сказать, во-первых, я не думаю, что он сможет там длительно это скрывать и как бы вот это тянуть все. Ну, он, он правда очень нравственный и честный человек. Хотя, опять же, и даже нравственный и честный человек на измену способен. Ну, я в этом случае ему доверяю, доверяю нашим договоренностям и то, что мы договорили, что если вот хочется другую бабу, ну, нечего эти кошки-мышки играть, мы взрослые люди, зачем это все надо, тогда, ну, вот, иди туда, куда тебе хочется. И я пойду туда, куда мне хочется. Ну, все. Или даже если, например, там, секса в отношениях нету, одному надо, другому не надо, ну, тогда, окей, если одному не надо, то второй свободен идти и заниматься сексом тогда в другом месте. Ну, потому что, как бы, зачем жениться и выходить замуж и лишать себя секса? И жить, ну, без секса и сравнивать с жизнью до своей женитьбы или до своего замужества и понимать, что секс тогда было больше, чем сейчас, когда у тебя реально вот там писька рядом лежит. Ну, как бы, я не понимаю смысла в этих отношениях, вот честно. Для меня это нонсенс и для меня это бред. Поэтому тут, ну, нужно прагматично просто подходить. То есть, грубо говоря, тебе не надо, мне надо. Значит, если ты мне не готов это дать или не готова мне это дать, окей, тогда я не должна или не должен здоровый, молодой, там, человек, у которого есть потребности, ну, как бы, в этих потребностях себе отказывать, ну, тогда давай договариваться, я иду еще в другом месте, и мы спокойно живем, и все супер. Любовь-морковь, и все дела. И мы с тобой кино смотрим, а секса не занимаюсь где-то там. Ну, как-то так. Короче, я к тому, что я вот достаточно прагматично к этим вопросам подхожу, поэтому сумасшествий у меня нет по поводу ревности. И следующий вопрос как раз-таки по поводу того, что за моим мужем следят. Это я и в прошлом году, я помню. Были у меня подписчицы, которые несколько, кстати, писали, и в этом году тоже, что где-то видят моего мужа, там, где-то в парке, где-то в ресторане, и докладывают мне, что сегодня его видели. И есть случаи, когда даже ему писали. Ну, типа из серии, что он сбагрил меня и ребенка. Ну, это в прошлом, по-моему, году было. Сбагрил меня и ребенка, типа, в Ригу, а сам там что-то развлекается. И эта девушка потом мне и писала. Ну, я как бы это, ну, не воспринимала там агрессивно или как-то, но в целом это, ну, для меня очень странно. И я понимала, почему она это делает, потому что у нее проблемы с ревностью по отношению к ее мужчине. Она своего мужчину никуда не отпускает, и поэтому она как бы включается еще и в мою историю, так как я ей симпатична глубоко, и вот она вот как бы бдит за моим мужиком. Вот. Но таких подписчиц в целом несколько, и в этом году в том числе. И тут вопрос. Серьезно, за вашим мужем следят? Расскажите подробнее. Чокнулись бабы? Ну, вот так вот, да, есть такое дело. Вот где-то они его отлавливают. Я даже удивительно, как, где и чего. Ну, в общем, есть такое дело. А смогли бы ли вы, простите, измену ради сохранения семьи и детей? Нет. Опять же, я прагматичный человек. Жизнь у меня одна. Я считаю, что жизнь человек должен проводить в удовольствии, в радости, в счастье. И если тебе что-то не нравится, если тебя что-то угнетает и портит тебе настроение, это нужно из жизни своей удалять и как-то менять. И вопреки или ради чего-то там мучиться, вот это вообще не моя история. Вот у меня нет такого, что все, вот вы родили детей, и теперь живите до гроба. Или там, например, до 18-летия детей. Ради детей вот вы должны, обязаны. Если, грубо говоря, мы такие вот дебилы, что мы не смогли сохранить отношения нормальные с детьми, мы не поняли вот эту ответственность и взаимосвязь хорошего отношения к своему супругу, супруге и к детям. Ну, то есть, что здесь есть прямой линк, да, то есть прямая сцепка. То есть, жить в семье и не травмировать детей разводом и прочим, ты можешь только-только лишь таким образом, что ты будешь относиться хорошо к своему супругу или супруге. Все, другого варика нет. То есть, это идиотизм. Забросить отношения, пренебрегать своим партнером, изменять или, в принципе, делать то, что ему не нравится, и причинять ему боль. И рассчитывать на то, что, ну, как бы, а он останется со мной ради детей. Какого фига? Ну, как бы, вообще нет. Ну, вот для меня это не работает. Я видела отношения, там, своей мамы. Это вообще ужасно. И поэтому для себя я понимаю, что нет, ради семьи и ради детей я не буду никогда терпеть нелюбимого мужчину или его какие-то выходки. Или, там, раз-два-три раза я ему скажу и, ну, дам возможность исправить ситуацию. Или если у него ко мне будут претензии, я буду стараться. Но вот так, чтобы вот прям терпеть трэш, ну, как бы, вообще нет. Я спокойно разведусь. Я в целом такой человек, который я не цепляюсь ни за кого никогда в своей жизни. Не знаю, правильно это или нет, но я такой человек. То есть, я вот прям стою на двух ногах. И даже если у меня не будет денег, там, у меня будет страшно, я все равно свалю. Ну, то есть, я вот прям не буду ничего терпеть. Так что, ну, как бы, вот эта вот позиция жертвы, ну, как бы, нет. Хочется секса вообще. У меня после родов либидо притихло. Сыну два года. Слушайте, ну, после родов, естественно, либидо притихает. И у меня так было. Но не до двух лет секса захотелось раньше. Но первые, там, полгода точно, ну, как-то было с этим туго. И в целом не до этого мне было. Я вот с этим молокотцом носилась, как бешеная. Поэтому, ну, вообще не трогайте меня. И вот это все восстановление для меня было непростое. И вот этот, ну, как бы, период новорожденного был вообще для меня трешовый. Поэтому, да. Но после, конечно, хочется. И во время беременности секса хочется. То есть, я вот, ну, как бы, вижу, что есть периоды, когда вот прям надо. Чего вы стесняетесь в отношениях с мужем? Пукать. Я вот прям, у меня все просто. Я перед мужем не пукаю до сих пор. Мы семь лет вместе, и пердежа нет. Я вот прям... А если иногда вырвется, ну, все. Для меня это я вот... Помните, как в секс-большом городе, когда она перданула первый раз перед своим мужиком в постели, и она потом с этим, с одеялом на голове, там, убежала в стену. Вот у меня приблизительно так же. Как относишься к тому, если тебе захочется другого мужчину? Это возможно? Ну, я уже ответила на этот вопрос. Да, возможно. Вот уже, как отношусь, сказала. Как быть уверенной в супруге, который находится долгое время в другой стране? Молча. Просто будь уверенной в своем супруге, который находится долго в другой стране. Ровно так же, как он в тебе уверен. Если в супруге не уверен, ну, опять же, тогда это же причина есть. Значит, он дает тебе, ну, как бы, повод быть неуверенной. Я, например, вот никогда в жизни мужу не давала повод быть во мне неуверенным. Вот никогда. Ему даже в голову не придет. Он меня и в Мексику на месяц отправлял не раз с подругой отдыхать. И в Риге я тут могу, в принципе, делать, что я хочу. Но у него вообще нет в голове мысли, что я вот там куда-то не туда сверну. Ну, как бы, и ножка у меня подскользнется, и в грех я впаду. Ну, вот вообще. И то же самое у меня. Опять же. Ну, изменит он меня. Ну, окей, изменит. И изменит. Ну, ну, что? Ну, хорошо. Будем разбираться. Будет ли мне больно? Буду ли я там орать, плакать и все такое? Конечно же. И будет ли меня трясти там? И буду ли я переживать? Естественно. Но. Сейчас. Что-то мой ребенок там творит еще придумал. Бывает такое, что ваш муж засматривается на других женщин? Как вы реагируете? Слушайте, ну, не то, чтобы прям засматривается. Нет, наверное, он как бы меня уважает. И при мне уж точно такого не будет. Ну, он такой, как сказать, харизматичный, что ли. Любит там глазом подмигнуть, там, например, там, коллегам, не знаю, женского пола или... В целом он как-то так, ну, открыто и как-то так задорно, что ли, общается. Ну, все зависит от моего настроения. Если настроение у меня хорошее, ну, ладно, фиг с ним. Если настроение у меня плохое, ну, тогда разорусь. Скажу, слушай, хочешь ли ты в секс-шопы? Я живу без мужа. Тут несколько месяцев выводы. Ходишь. Что делаешь, если не хочешь секса? Муж или партнер хочет? Что нужно делать? Собраться в кучу и как бы... Ладно, давай. Дело такое. Ну, надо сказать ему, ну, давай в эту... Потереби так, чтобы захотелось. Ну, что делать? Надо постараться. Это же такое дело, знаете. Это только первые месяцы, когда ты там вся летаешь, и вся вот прям сходу. Хопс, давай. А потом уже, ну, как-то надо прилагать усилия. Дация, у вас когда-нибудь были мысли, что вы с Арсеном не подходите друг к другу? Да, конечно, были. У нас характеры те еще. То есть он такой вообще, ну, жесткий чувак. С ним жить – это просто одища. Со всеми благами, со всем тем, что это лучший человек на свете. С его характером еще и с хирургом, ну, как бы, сами понимаете. Да и я тоже не подарок. Я тоже, ну, как бы, трешовая баба. Поэтому, естественно, ну, особенно первые пару лет, наверное, мы там с ним расходились не раз. Ну, в смысле, орали, что, ну, все, хватит уже вот этого страдания мне. Были ли хоть раз трешовые отношения, типа, забыть и не вспоминать? Да, вот как раз-таки одни из вот этих моих серьезных, они были такие, ну, не очень отношения. В том смысле, что с моей стороны было очень, а с его стороны было не очень. И он вел себя, как полный мудила. Два года, два с половиной года мы были вместе. Реально, чувак вел себя, как полный мудак зачастую. И даже спустя какое-то время после того, как, в общем, отношения закончились, он передо мной извинился. Ну, вот, ну, написал мне, что прости, пожалуйста, за вот то, как вот у нас получилось, вот не очень. И в какие-то моменты там даже, ну, пытался вернуться и как-то драму какую-то там устраивал. Но это как-то было сильно так вдали от меня, мне просто люди рассказывали. Вот. Но, видимо, человек, он как-то не смог с этим справиться или как-то пытался, ну, я не знаю, перед собой оправдаться. И были, опять же, моменты, когда мне вот один человек, который с ним плотно общался уже после, рассказывал, что он говорил, что наши отношения были несерьезными, что это было ну так. Но, как бы, я, зная человека, понимаю, почему так могло бы быть, если действительно он так говорил, и вот такой трэш, и такое неуважение, и бред. Хотя, ну, как бы, мы вдвоем знаем, что было между нами, и самые близкие друзья знают, и я знаю, после нашего расставания даже его самые близкие люди говорили, ну, ты конченый мудак из-за того, что ты ее отпустил. Это вот лучшее, что в твоей жизни было. Вот. Но, как бы, ну, это на совести конкретного человека, поэтому я, с моей стороны, дико счастлива, что так все получилось. Супер, что мы были, наверное, знакомы. Ну, класс. Не знаю, для кого, правда. Вот. Ну, и слава, еще больше, слава богу, что мы разошлись, и что этого человека больше в моей жизни нет. Как бы, ну, ну, в общем. Теперь у меня есть то, что я действительно хотела, и это модель семьи, и вот дети, и как бы все супер. И меня любят, меня уважают, ко мне не относятся как к дерьму, и, ну, как бы, не швыряются мной, не пренебрегают, поэтому, ну, у меня все супер. Как у него там, я не знаю, это уже, как бы, его вопросы. Ну, как бы, его ответственность. Сейчас телефон или нет. Так, подглядывала ли за бывшими своего мужчины через соцсети, и тут еще и проверяла ли телефон-компьютер своего мужчины. Вот как раз-таки в тех трешовых отношениях, да, я залезла в телефон. Это, наверное, первый раз в жизни я залезла в телефон, потому что я знала, что там что-то происходит, и просто уже, когда чуйка моя меня не покидала, и я понимала, что там вот что-то происходит, я вот залезла. И залезла в этот телефон, и, значит, и он меня поймал на том, что я смотрю в его телефоне, господи, и при всем при том, что я нашла там факты его, как бы, истории с другими женщинами, мне было исключительно стыдно вообще. Я думала, блин, провалиться мне сквозь землю вообще за то, что я залезла в этот телефон, и я не знала, куда деваться. В общем, я убежала в туалет, и долго там очень сидела закрыто за перти. Вот, ну, в общем. А что касается Арса телефона и компьютера, ну, нет, я не залезаю. И вообще у нас, я не знаю ни его пароля, ничего. Ну, то есть, ну, вообще. И он в мой тоже не лезет, поэтому, ну, как бы... Я не вижу в этом смысла, и, на мой взгляд, это полный трэш, и это, ну, как бы, трата времени, и такие отношения. Вот, опять же, вот эти кошки и мышки. Для меня это идиотизм. И я не хочу этим идиотизмом в своей жизни заниматься. Так вот, подружки, ну, всё. Ну, всё, это последний вопрос, на который я, да, хочу вам сегодня ответить. Было, кстати говоря, очень интересно мне читать ваши вопросы. Я надеюсь, что мои ответы для вас не менее интересны. Есть ещё огромное количество вопросов, которые остались у нас неотвеченными. Как я уже говорила, в понедельник в Инстаграме буду на них также отвечать. Так что, кто в Инсте на меня не подписан, подписывайтесь. Ну, и в комментариях пишите, может быть, ваши ответы на те вопросы, на которые отвечала я. Мне очень интересно будет почитать, что вы бы сделали в тех ситуациях, и как бы вы ответили на все эти вопросы. Ну, а со своей стороны я на сегодня с вами прощаюсь. Желаю вам всем доброго и жаркого дня. Больше любви, секса и горячих отношений. Ну, а мы с вами увидимся в следующем моём видеоролике. На этом сегодня всё. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok